всем привет сегодня я записываю еще одно видео и сегодня я буду ездить по симулятору ultimate в на карте россия и сегодня я поеду в санкт-петербург москва потому что очень просили заснять санкт-петербург и сегодня я поеду на этом замечательном автобусе я сейчас покажу его в общем вот такой вот автобус запускаем маршруты я покажу детальнее когда я запущу маршрут тут это новая версия 141 кто не знает и эта версия где улучшен дождь где улучшена графика немножко вот я уже я уже выбирал как бы россия теперь я просто сейчас вот москов санкт-петербург вот на ваших глазах построил маршрут это новая версия и и уже взломали в общем я купил классный автобус сейчас поедем давайте по не не возьмем там куда багет и я не знаю что принимаем так давайте мы сделаем допустим ну смысле маршрута большой поэтому максимал максимальную цену давайте в 21 поедем хоть сейчас уже да практически 21 уже сейчас вот куда-то нас сбилась я не знаю почему опять почему-то все сбилась это очень странно так хотя нет еда не сбилась очень странно но кто сбилась все так билеты давайте максималку еще раз выставим но сбивается меня это немножко не так все принимать так 9 часов до 9 до там 20 38 сейчас она подсоединяется каким-то образом к времени к реальному времени в городе там где вы находитесь и получается можно поехать а можно поехать и раньше позже не важно как хотите в общем феликс какой-то баз москва в юфа у меня вопрос пенса а уфа юфа блин уфа чё-то я москва уфа москва пенза москва махачкала это разные города ну разные рейсы из городом отправления то есть из москвы так все начать и сейчас загрузится карта я вернусь чтобы не терять ничего время все вот так вот идет получается запуск москвы это столько у них просто карты одинаковыми не москва просто карты одинаковые погода может меняться в общем вот такой автобусом на 360 показываю такой он красавец там есть вай-фай в нем там есть мультимедиа сейчас вам покажу вот видите я могу включить правда почему я не как я могу включить кондиционер конечно с выключенным мотором я не знаю но в общем вот так вот мультимедиа кондиционер и могу отправляться в путь звук я немного прибавил поэтому можете наслаждаться немножко звука сейчас я только выключу пока автобус хочу поправить вид он какой-то такой они вот так вот пусть будет это и вот так не не давайте вот так да как то так о этот автобус я проверил ну как бы он хорошо ездит он очень хороший классный так навигатор у меня видно так все нормально немножко приподняты сиденье а я немножко проехал и почему у меня вопрос уже во второй по 2 серии нужен почему когда я ставлю на r то есть на азач назад ручник почему он едет вперед я так и не дать я нажимаю дальше чтобы он назад переключился он персонал вперед кстати тут автоматически включены уже фары все я со стороны но я хоть и остановился вот такой автобус кстати там большой какой-то отъезжает как же он разворачивается в новых версиях уже доступно пропуск начиная с прошлой версии не помню какой там короче 141 сейчас вот версия 141 и она работает нормально я случайно на нее наткнулся думал что получится взломанный взломанный мультиплеер по сети но не получилось так надо закрыть все и багажей двери потому что я поехал не закрыл покажи так ай-яй-яй вот а почему куда он едет я же ему показал показал да я же ему показал я же ему помигал что я буду ехать странно очень ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой питание включим включу погромче просто конечно самом начале рейса удариться это конечно плохо но пока что сто процентов будем оставаться еще на заправке клиенты недовольны билеты были дорогие да вы вообще офигели по моему какие блин билеты были дорогие это комфортный автобусном комфорт у него на максимуме и это надо проехать быстренько чтобы они поставили как в убери 5 5 звездочек конечно ехать 700 чем-то километров там 800 надо было проехать а и кстати надо здесь остановиться на заправке но автобус действительно удобный поэтому клиенты довольны еще бы пропустим этот момент просто чтобы клиенты были максимально довольными что они могут там по своим делам сходить там купить поезд что-нибудь попить я не знаю зачем конечно я вам говорю что нету никакого петербурга здесь тут просто название такие разные вот и все то есть вы не узнаете свои там улицы там и так далее просто потому что здесь нет этого сейчас потихоньку отъеду по-быстрому отъеду в этом то вся и проблема что тут сша и канада отличаются другие карта все остальное не отличается но автобус довольно такой вот прикольный он быстрый вот но быстрый я думаю что проблем не будет с тем что я слишком долго ехал но до 120 лучше не разгоняться потому что клиенты будут недовольны авария произошла сначала когда только поехал авария произошла потому что меня не пропустил просто человек тот бот бот ну бот который тут же одиночная игра бота в общем не пропустил тут меня надо было его пропустить конечно же я же выезжал ну это моя вина ух ты пошел реалистичный дождь вы посмотрите какой ливень пошел это просто это просто какая-то это вода просто льется смотри что мы теперь делаем это реалистичный дождь анимация листия реалистичного дождя плохо очень видно конечно ну за этим 100 плюс у них за эти настроение 100 плюс это очень удобно потому что я же остановился там на стоянке на этой стоянке остановиться не буду перед туннелем не будут так что тут нам надо ага включить эти папа дворники сейчас не будет кстати уже дождя как будет в туннель пропадет да вот вот как дождь может быть в туннель я еду в туннеле дождь идет вот ну вот я вот не могу понять вроде бы сверху есть навес но я все равно почему-то еду и так вот у меня такое ощущение что что дождь идет но я вижу я вижу что там навес может быть он не до конца это баг разработчиков что недоработка разработчиков о том что тут почему-то идет дождь в туннеле это же туннель это же туннель почему дождь идет в туннель до дырявый какой-то туннель я продолжаю свой путь вот с игрой ну в общем в которой баг в игре о пропал дождь то есть я не могу понять просто не изменилось ничего такая же дорога все тоже самое а дождь пропал наверное потому что погода просто поменялась и все но как я не могу объяснить то что в туннеле был бар в туннеле через крышу шел дождь это какой-то баг почему не влияет на игру но просто очень странно да и вообще уже нету дождя нет сворачиваем он конечно очень классно поворачивал так опять погода с этим скрежетом поменялась но вам наверно не слышно было или слышно не знаю в общем погода поменялась таким скрежетом это нехорошо так что я не хочу вот это вот ой 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 о кпп полиции моё я так нормально разогнался ну почему а да а я остановился но не успел остановиться в общем это не повлияло на здоровье она на 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 радости на настроение пассажиров но но повлияло на моё материальное положение в этой игре но так как в ней не было нету ограничения на деньги то мне как бы все равно о платная дорога а тут просто проезжаешь оказывается себя просто автоматически снимается 20 евро то есть я попал уже на 60 евро поэтому билеты были дорогие вот теперь это обоснованно я в виду свой автобус нет то есть я в виду как бы аккуратно поэтому мое вождение это очень хорошее вождение разгоняюсь немного какой-то дом там стоит по ферме я не знаю что то такое я ни во что стараюсь не врезаться не знаю конечно зачем здесь надо включать поворотники потому что боты вообще не соображен вообще тут анимат анимация бота ну то есть программирование ботов конечно я конечно никогда не видел тут две полиции сразу две машины полиции лучше притормозить потому что врезаться в них это получит став еще в 25 евро 70 евро мне не уже потратил так 50 минус там что-то 20 ну да тут плюс 20 то есть 70 с меня сняла минус 50 теперь выезды с платной дороги который закрывается шагбал вот тут не закрывается прикольно вот этот выезд кстати которые самые крайние он не закрывается справа это очень хорошо можно проскочить ой 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 чуть-чуть чуть-чуть совсем чуть-чуть совсем но это не страшно в принципе никто не пострадал хотя если бы в реальной жизни это 96 км автобус но я думаю были бы немножко с травмой куда я заехал а это просто как бы я объезжаю ой сейчас полиция полиция тут ооо смотрите как я грамотно езду никого не задевая нам немножко мелкие поцарапины это не так страшно я надеюсь главное полиция 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 мы вот так перестраиваемся лихо ой 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 я миллиметр миллиметр был и полицию ой 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 я думал перестроиться но полиция по моему за мной едет за моим ну рядом с моим хвостом то есть сзади я должен разогнаться чтобы ее не и не врезаться очень странно когда я делаю аварию здесь не штрафу интересно эксен райт то есть на право теперь налево ой 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 я совсем чуть-чуть заделся что ж такое то что там что там интересно создаст настроение нормально что тут с едой еда кстати 66 процентов не видно за но захотят покушать тогда им пока включу себе радио я чуть-чуть чуть не врезался в эту тачку капец ой что-то тут перестройка ой 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 ай налево уходят и и направо там есть направо налево в общем там изначально так медленно едет-то сгоняйся он так медленно едет я не понимаю 40 км я еду а а что он так медленно едет я была по встречке мог бы погнать конечно но он наш аж такое-то единственное по моему опять баг какой-то почему-то медленно едет я бы обогнал по встречке но там есть встречи встречный драк сверху какие-то поезда скоростные катаются у нее ее не успею не успею а иногда на свою полосу хотя бы встроиться я тут вообще поразил всех вот он опять чем-то медленно едет да я не понимаю а трафик трафик с той стороны вообще не прекращаясь а я не могу его обогнать справа потому что там о смогу сейчас правда нарушить нарушение немножко правил но это оба оба на табак потому что вы посмотрите как вы посмотрите как вы медленно едет правда я практически уже и доехал 43 километра осталось там 40 километров осталось но он портит всю картину а если сейчас буду обижать его то врежусь фуры ура я его объехал но мне не якобы уже приехал так подумал что мне направо но мне не направо там есть такие вот направо где надо поворачивать но и мне не надо направо поворачивать этот автобус очень хорошо управляется не надо прямо но вот мы приехали в санкт-петербург где-нибудь видите разводные мосты например там или еще что-то санкт-петербурга нет на это на в этой игре разводные мосты например я знаю там есть и невский проспект я вообще на картинках видел и на видео и нет ничего похожего ни одного разводного моста правда правда там был там были мосты может быть эти мосты конечно и служат типограф кузнецкий там еще какой то я помню там там разные мосты есть я не знаю по названиям там но не помню точно по названиям но помню что есть разводные может быть они разводятся но я видел такое же и в америке но на карте америка поэтому это все ну это просто как бы маршрут сделан и сделан но он не копирует реальные города доход 1320 расходы минус двести восемьдесят восемь штаб минус пятьдесят а за 60 деньги 982 я проехал очень хорошо пять из пяти хорошо это когда 4 из 5 а 5 из 5 это очень хорошо бонус 2455 евро так вот я выполнил все просьбы которые всем я выполнил все пожелания тех кто хочет увидеть санкт-петербург он это увидел все понял что никакого санкт-петербурга в игре нет потому потому что наверное не знаю почему но не буду гадать в общем санкт-петербурга в игре нету просто название петербург москва там там ведь омск там еще что то в общем разные города есть уфа новосибирск там наверное я не помню в общем но они практически ничем не отличаются друг от друга думаю все все поняли всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал до скорых встреч спасибо за просмотр и с Продолжение следует...